Перус ловут. Таивутус 20. В русском языке 8 так и говорится 8, а вот в финском будет согласовываться в падеже со словом частей. Конечно, часть числительных и в русском языке тоже будет изменяться, как это мы увидим из примеров. В этом видео мы и потренируемся читать и писать подобные фразочки. В разделе сообщества скачивайте файл со склонением числительных. Будет хорошо, если вы скачаете файл прямо сейчас и откроете его, потому что после теории будет упражнение. Итак, для начала немного теории и примеры. Во-первых, цифры с 1 до 10 в художественном связанном тексте принято писать буквами целиком, кроме случаев, когда в тексте много цифр. Во-вторых, в научных текстах для ясности чаще пишут именно цифрами. Наша цель – потренироваться читать и писать цифры в нужном падеже. Посмотрим примеры. С глаголом «вастата» обычно идет падеж и латиф – «миhin?». Ответить на вопрос «вастата» – «кишимиксеен». Цифра 4 согласуется с ним. Неллия – «кишимиксеен». Мы заказываем пиццу на трёх человек. Мы заказываем пиццу кому? Три согласуются с «хенгелле». Кстати, «пицца» в партитиве, потому что неопределённое количество. Пицца вообще. Если бы было по штуке каждому, то сказали бы «пиццат». Просто во множественном числе. Три и четыре – простые цифры. Возьмём пример посложнее с цифрой два, у которой сильно меняется основа. Я пишу поздравления двум товарищам. Пишу кому – «каверилле». Согласуем в падеже цифру и получаем «каверилле». А теперь упражнение. На экране появятся фразы, затем будет небольшая пауза. Прочитайте фразы. В идеале напишите числительные буквами. Ставьте видео на паузу. Затем через 10 секунд мы покажем правильные ответы. Учитель говорит о пяти способах решить это задание. Я разрежу торт на восемь частей. «Миня лейкаан какун kahдексаан осаан». «Лайна» Кредит дают даже на 10 лет. «Лайна myönнетään jopa kymmенекsi vuодекsi». На курсах я знакомлюсь с шестью новыми людьми. «Курссила меня тутустун kuuteen уuteen ihmiseen». «В двух магазинах большие скидки». «Kahдесса kaупасса on suuret alennukset». «Виiden lapsен äiti näyttää todella hyвältä». «Мять пяти детей выглядит очень хорошо». «Виiden lapsен äiti näyttää todella hyвältä». «Меня сайн tarjoukset seitsemästä yrityksestä». «Я получил предложение от семи фирм». «Меня сайн tarjoukset seitsemästä yrityksestä». «Kilpailuun osallistui laulajia yhdeksästä eri maasta». «В соревновании приняли участие вокалисты из девяти разных стран». «Kilpailuun osallistui laulajia yhdeksästä eri maasta». «Надеюсь, у вас все получилось. Если возникли вопросы, задавайте в комментариях. Удачи! »